Этой войны не должно было быть. Эту войну русские снова и снова старались прекратить на условиях весьма щедрых для нас и для Украины. Главное, чего они хотели, чтобы мы не навязывали Украине НАТО. Крупные оборонные подрядчики все время хотят принять новые страны в НАТО. Почему? Потому что тогда эти страны приведут свои оборонные закупки под стандарты вооружений НАТО, а значит конкретные компании, Норфроп, Грумман, Рафион, Дженерал Дайнэмикс, Боинг и Локхед получат гарантированный рынок сбыта. В марте 2022 года мы выделили 113 миллиардов долларов. Просто для примера этого достаточно, чтобы построить дом почти для каждого бездомного в нашей стране. Потом мы выделили еще 24 миллиарда два месяца назад. И теперь президент Байден запрашивает еще 60 миллиардов. Но самые крупные траты начнутся уже после войны, когда нам придется восстанавливать все, что мы уничтожили. Митча МакКоннелла спросили, «Разве мы можем себе позволить потратить 113 миллиардов на Украину?» Он ответил, «Не переживайте. Они на самом деле не на Украину уйдут. Они уйдут американским оборонным промышленникам». Так что он сам признал, это схема по отмывке денег. А кому, по-вашему, принадлежат все эти компании? Правильно, Блэк Рок. Итак, Дим Скотт на республиканских дебатах сказал, «Не переживайте, это вовсе не подарок Украине. Это заем». Поднимите руки. Кто из вас думает, что этот заем нам возвратят? Разумеется, нет. Ну так а почему они это займом называют? А все для того, чтобы выдвинуть условия займа. А какие условия займа мы им выдвинули? Во-первых, программа «Жесточайшая экономия». Так что если вы нищий украинец, вы будете нищим навечно. Во-вторых, еще важнее. Украина должна будет выставить на продажу все принадлежащее государству имущество, чтобы его скупили межнациональные корпорации, в том числе сельскохозяйственные земли, величайшее богатство Украины. Тысячу лет ведутся войны за эти земли, плодороднейшие на всей планете. Это житница Европы. 500 тысяч парней, украинских парней, погибли за то, чтобы сохранить эти земли для Украины. Я уверен, что никто из них не слышал об этих условиях займа. Уже продано 30% этих земель. Покупатели – Дюпон, Каргил, Монзанта. А кому, по-вашему, принадлежат все эти компании? Правильно, Блэк Рок. Далее, в декабре президент Байден выставляет контракт на восстановление Украины. И кто получил этот контракт? Блэк Рок. Итак, они все это делают на наших глазах. Теперь им даже плевать на то, что мы все это понимаем. Потому что им это сойдет с рук. И почему они так уверены? Потому что у них есть план. Стратегия – древнее не придумать. Они будут стравливать нас друг против друга. Чтобы мы ненавидели друг друга. Чтобы республиканцы ненавидели демократов, чернокожих, белых и так далее. Вся эта ненависть, что они сеют. Вот какую игру они разыгрывают.